приветствую вас мои дорогие с вами жанна фетисова это полезные советы по уходу за кожей как молодой так и взрослой думаю что нам девушкам за 40 а мне 46 лет особенно будет это полезно знать а способ этот азиатский как вы уже поняли из названия видео почему у азиаток чаще всего кожа выглядит моложе в том же возрасте чем у нас они очень хорошо ее увлажняют они следят за этим то есть если они не используют даже какие-то плотные крема масла они в обязательном порядке используют тоник для увлажнения кожи использую любой увлажняющий тоник обязательно без спирта в составе для того чтобы сделать тоник увлажняющим совершенно не обязательно искать какой-то дорогой без не обязательно иметь люксовую косметику достаточно приобрести нейтральный тоник который не содержит спирта в своем составе и который подходит вам который не раздражает допустим ваши глаза потому что в данном случае мы будем наносить его вот так из пульверизатора и например который успокаивает вашу кожу или просто нейтрально то есть не раздражает ее уже будет хорошо я использую гиалуроновую кислоту которую вы можете приобрести сейчас я думаю уже в любом магазине я приобретала онлайн это бренд то план гиалуроновая кислота довольно бюджетная вот в такой вот упаковочке прям такая концентрированная густая гиалуроновая кислота о том как работает гиалуроновая кислота я вам уже говорила кратко повторю гиалуроновая кислота находится в нашем организме вырабатывается нашим организмом но когда ее недостаточно вырабатывается кожа начинает подсыхать гиалуроновая кислота способна удерживать влагу самым таким вот концентрированным примером гиалуроновой кислоты является человеческий глаз то есть наш глаз состоит из гиалуроновой кислоты очень сильно сгущенной с жидкостью она притягивает эту молекулу притягивает к себе воду и поэтому очень важно чтобы она притягивала воду не из вашего тела не из вашей кожи а чтобы она притягивала воду которую вы нанесете вместе с ней и так я добавляю несколько нажатий гиалуроновой кислоты в любую бюджетную базу и что я делаю дальше естественно смешиваю так у меня получается хороший гиалуроновый тоник который здорово увлажняет кожу способ я использую когда хочу чтобы моя кожа выглядела более молодой когда хочу чтобы макияж сделал ровненько когда не хочу использовать какие-то плотные кремы когда нехватка увлажненности я прямо это ощущаю кожу стягивает когда есть какие-то шелушения в общем я думаю что для любого типа кожи это будет очень и очень полезным итак я закрываю глаза и наношу довольно плотно вот так увлажняющий тоник на зону шеи и декольте тоже наношу далее я его вбиваю я делаю несколько раз то есть тоник впитался я снова его наношу и снова вбиваю потом снова наношу и снова вбиваю можете сделать от трех до десяти нанесения увлажняющего тоника и потом с удивлением обнаружите что в некоторых случаях вам даже не нужен крем то есть кожа будет на настолько наполнена влагой и будет настолько хорошо выглядеть будет подтянутой увлажненной упругой если вы будете делать это скажем с утра каждый день но хотя бы три нанесения и вот так прибивать ручками то уже вы заметите разницу можете потом естественно нанести крем какой-то да если этого требует вашу кожу можете нанести спиев если это нужно если вы уходите на улицу но тем не менее не забывайте вот о таком тщательном увлажнении если вы хотите чтобы ваша кожа выглядела моложе что еще делают азиатки для того чтобы увлажнить свою кожу надолго и в особенности если есть какие-то места где есть прямо такое явное шелушение особенно это актуально после например этенулового ухода кислотного и вообще если кожа склонна к шелушению они используют вот такие вот даже не ватные диски это такие пады которые выглядят как прямоугольничек его кстати говоря можно разделить я вот такой приобретала мешочек их тут просто огромное количество в магазине минесо я думаю что сейчас уже в любом в принципе корейском магазине японской косметики корейской можно вот такие вот приобрести ватные не ватные в общем салфеточки они вот видите таким образом разделяются то есть здесь каждый состоит из трех вот таких получиваю очень очень обильно тоником прямо так вы знаете чтобы влажные влажные они стали и прикрепляю на те места вот так буквально вот таким образом на те места которые являются стратегически важными то есть например под глаза да и вот на щечки это для меня важное место потому что я знаю что вот здесь у меня могут быть шелушение и вот здесь именно есть легкая легкая потеря упругости а вы выбираете сами соответственно на какие зоны вы будете их наносить такой способ может заменить запросто пальчик под глазами по утрам то есть если вы вот так будете делать то в принципе вам патчи не будут нужны так остро потому что тоник естественно можно сделать холодным держать его в холодильнике можно наоборот теплым если вам так нравится да если вы хотите какой-то теплый допустим ромашковый тоник наносить на лицо для того чтобы снять раздражение к примеру алфеточку давайте тогда нанесем на лоб как вы видите я вначале наношу и потом еще сверху сбрызгиваю вот таким образом тоником моей лично кожи очень хорошо подходит я знаю что азиатки так делают каждый день то есть у них нанесение тоника в обязательном порядке в несколько слоев каждый день или вечером или утром но в зависимости от того сколько времени у вас свободно точно также вы можете эти самые пады нанести на морщинки в зону шеи и декольте вот такой простой способ увлажнения не требующего особенных затрат но возможно только от свободного времени какое-то время вы заметите что кожа более подтянутая и упругая я очень надеюсь что была для вас полезной пишите пожалуйста какие способы увлажнения используете вы я желаю вам удачи и конечно же будьте благодарны и за то что имеете пока а а а а а а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok